На этих спутниковых снимках предприятие по производству жиженого газа в окрестностях Санкт-Петербурга. Аналитики исследовательской компании Ristat Energy обратили внимание на зарево. Его было видно даже из Финляндии. Они проанализировали снимки и пришли к выводу, что Россия просто сжигает свой газ. Пока европейские потребители недоумевают, зачем русским ежедневно сжигать 10 миллионов долларов и одновременно уменьшать поставки газа в Европу, некоторые аналитики называют это экономическим шантажом, у которого есть обратная сторона. С неперекаченным газом нужно что-то делать. Выбор, соответственно, либо нужно снижать каким-то образом добычу, либо каким-то образом складировать добытый газ, чтобы либо доставить его каким-то другим потребителям, либо загрузить его в газохранилище, либо, видимо, сжечь, потому что что с ним остается делать. Пока Россия может себе такое позволить, считают некоторые аналитики, в том числе благодаря высоким ценам на энергоносители. Они бьют все новые рекорды. Европа, конечно, отказывается от российского газа. Это очень важно, чтобы война не финансировалась. Но, с другой стороны, газ – это не основной источник дохода для российского бюджета. Основной источник дохода для российского бюджета – это нефть. То есть нефть занимает по 30% всех доходов. Газ – 10%. И то это, учитывая довольно высокие цены. Российская экономика в целом пока пострадала меньше, чем многие ожидали, считают некоторые эксперты. Но дело не в устойчивости российской экономической модели. С одной стороны, помогли высокие цены на энергоресурсы. С другой – пусть и не в полной мере, но Россия смогла часть из них перенаправить на восток. Экспорт энергоносителей в Китай увеличился на 60%. На самом деле, те катастрофические сценарии, которые все предсказывали в первые месяцы введения санкций, все-таки не в полной мере оправдались. ВВП, будем честны, вряд ли упадет в этом году на 10%, на 15%, как многие аналитики писали. Скорее, это будет падение на 5-7%, на 6%. Впрочем, есть отрасли, ситуация в которых может стать катастрофической. Например, российский уголь, эмбарго на поставки которого ввел Евросоюз. Маршруты через то, что называется восточный полигон, то есть Транссибирская магистраль и подходы к портам на Дальнем Востоке, чтобы переваливать этот уголь в Азию, они перегружены. И, скорее всего, весь этот уголь так и останется где-то стоять на железной дороге, ожидая своей очереди по перевалке. Многие эксперты считают, что последствия санкций российская экономика по-настоящему еще не ощутила. Перенаправить все экспортные потоки в Китай и Индию не удастся, не позволит инфраструктура. А к началу зимы Европа может отказаться от российской нефти, которая вместе с газом по-прежнему составляет около половины доходов российской казны.